Сегодня состоялось заседание избирательной комиссии Воронежской области. У нас ближайшие четыре заседания комиссии пройдут с повесткой дня общие утверждения состава территориальных избирательных комиссий. На сегодняшнее заседание вынесены материалы по 11 избирательным комиссиям территориальным. Вся процедура формирования территориальных избирательных комиссий очень четко прописана в действующем законодательстве и происходит в условиях широкой гласности и открытости. В соответствии с действующим законодательством месяц, месячный срок дается для того, чтобы были предоставлены избирательные комиссии материалы на кандидатов в составы территориальных избирательных комиссий. Этот месяц завершился у нас 11 ноября и должен вам сказать, что за это время в избирательные комиссии поступили материалы на 403 кандидата в составе территориальных избирательных комиссий области. Большая часть из них это представители политических партий. Всего при участии в формировании 12 политических партий. В формировании партий, как вы знаете, Единая Россия, СПО, Единая Россия, КПРФ, МДПР, каждая из этих партий предоставила 39 кандидатов, то есть на каждой территориальной избирательной комиссии. Остальные 8 политических партий предоставили разное количество кандидатов, от 23 до 5. Всего в Воронежской области 39 территориальных избирательных комиссий. Кандидатура каждого их нового члена обсуждается самым тщательнейшим образом, в том числе и с учетом проверок правоохранительными органами. Нам предстоит большая работа. 2016 год он особый по напряжению. Мы возвращаемся к избирательной системе по выборам Госдумы, которая была ранее. Это будут теперь и политические партии участвовать по округам, по территориям, и одномандатные избирательные округа. На некоторых из вас, возможно, ляжет груз полномочий по окружной избирательной комиссии. Возможно, сейчас вопрос решается. Часть этих полномочий возьмет на себя избирательные комиссии области, а часть, возможно, будет на территориальных избирательных комиссиях. Поэтому надо будет к этому готовиться и уже не теряя времени начинать, вот те, особенно, кто вновь включены в состав территориальных комиссий, изучение избирательного законодательства, ну и разрабатывать систему работы с участковыми избирательными комиссиями. Особенно вопросы и помещений сегодня вновь встают, и обучение участковых комиссий, ну и другие вопросы, связанные с подготовкой. Продолжение следует...